Я сейчас вам представлю нашего гостя. Алекс, я бы хотела представить вам нашего гостя. Разрешите представить вас нашей аудитории, и я бы это сделала по-русски, если вы не возражаете. Ну, потому что наши участники немножечко беспокоятся по поводу наушников. У нас сегодня наш большой друг, профессор Агермонт, который многие годы известен в мире онкологов как человек, который занимался исследованиями в области меланомы совершенно различной направленности, от хирургических подходов до новых взглядов, в том числе иммунотерапии. Но последние несколько лет он является директором института Гюстава Руси в Париже. Это крупнейшее онкологическое учреждение Франции. И в настоящее время нельзя сказать, что только меланома входит в его интересы. Его интересы, вся онкология, и в том числе такое новое обещающее направление, каким сегодня мы видим иммуноонкологию. Поэтому мы с большим удовольствием снова встречаемся с доктором Агермонтом. Я хотел бы сейчас передать ему слово. И я буквально только что описал вашу научную карьеру за последние 25 лет, когда мы впервые встретились. И, соответственно, я сказал много приятных слов, провозносил вас как только мог. Я сказал, что вы были основным двигателем, вектором многих исследований в меланоме, в клинических исследований в течение многих лет. Но совсем недавно вы стали научным директором Вильджуэф, наверное, самого большого онкологического центра во Франции, в Европе и так далее. И, соответственно, тот интерес, который вы имеете в области меланомы, очевидно, вы при этом охватываете и многие другие аспекты клинических исследований. И специфическое внимание сейчас обращаете именно на иммуноонкологию. Поэтому, пожалуйста, продолжайте. Я передаю микрофон вам. Микрофон! Ну что ж, добрый день. Добрый день всем. Добрый день, дорогие участники. Сейчас я попытаюсь предоставить вам краткий обзор того, что происходит. Достаточно противоречивая информация по иммунотерапии. И сегодня мы начнем с использования новой модели, новой парадигмы в области меланомы. Мы поговорим об этом, ну и затем перейдем к ряду других типов опухолей для того, чтобы нарисовать картину тех исследований и тех новых моментов, которые мы имеем сейчас. Итак, заголовок достаточно понятен. Итак, заголовок – это революция. Революция в иммунотерапии. И я хочу буквально сказать пару слухов об этой фотографии. И вы видите, что эта картинка как раз отражает три компонента, которые мы должны иметь сейчас в любом онкологическом центре. Смотрите, здесь у нас базовые фундаментальные исследования проводятся, вот это здание. Здесь у нас трансляционные исследования проходят в этом здании. И мы видим, что существует высокотехнологичная платформа для сиквенсинга, для других новых современных методов, в частности, для определения циркулирующих Т-клеток, опухолевых клеток, для того, чтобы нарисовать молекулярный портрет различных рецепторов, для того, чтобы понимать, какие клоны при этом образуются и так далее. И вот это здание – это биоинформатика. И на две трети это посвящено именно тем лабораториям. Здесь находятся только те лаборатории, которые связаны с клиническими исследованиями. Особенно специфически хочу отметить отдел ранней фазы клинических исследований, потому что мы специальный отдел организовали в нашем институте для того, чтобы работать именно с исследованием в рамках фазы 1. И на данный момент времени мы проводим практически 88, повторяю, 80 одновременно разных клинических исследований. Это значит, что вам необходимо, конечно же, иметь полный набор всего, различных исследовательских инструментов в непосредственной близости, чтобы вся была инфраструктура лабораторная, для того, чтобы действительно проводить исследования фазы 1, исследования в области иммунотерапии и также исследования в области таргетной терапии и других молекул, для того, чтобы, так сказать, понимать, что происходит на биологическом уровне. Ну и, конечно же, сзади вы видите саму больницу, где у нас большое количество коек. Итак, я хочу взять пример меланомы в качестве той опухоли, которую, конечно, невозможно излечить на данный момент, и поэтому это становится той опухолью, которая в данный момент представляет две интересные модели для разработки новых препаратов. Первое – по набору мутаций, и второй вариант – это разработка иммунотерапии. И я бы хотела начать буквально с пары замечаний относительно таргетной терапии и разработки новых препаратов в этой области. Я надеюсь, что вы прекрасно знаете те различия, которые существуют, преимущества, которые дает один подход, по сравнению с другим подходом, который предлагает иммунотерапия. Ну и в каждом из подходов есть свои преимущества, недостатки, ограничения, но, тем не менее, это все интересно, особенно с точки зрения разработки новых препаратов. Вы все прекрасно знаете, что примерно 50% всех меланом в западном мире, они имеют мутацию БИРАФ, которая является, собственно, основной базовой мутацией, драйвером всего процесса. Итак, если у нас имеется эта мутация, то активируется вот данный конкретный каскад, этот путь сигнальный, и мы получаем пролиферативный ответ. И это является как раз и центром вселенной меланомы, тех проблем, которые несет в себе мутация БИРАФ. Вот этот путь можно блокировать, используя соответственные ингибиторы. Ингибиторы БИРАФ, ингибиторы МИК, МЕК, ингибиторы ПИК, которые сложно разработать при этом, для того, чтобы заблокировать данный путь. Но в то же время, сразу же, вы можете видеть, что есть другой путь. Вот он, другой путь, как, например, путь через киназу ПИА-3А, через каспазный каскад, который также, так сказать, активируется при меланоме. И поэтому, если мы с вами заблокируем всего лишь один путь, мы не до конца выполним нашу работу. Работа не будет выполнена до конца. Вы знаете, что ингибиторы БИРАФ, они ассоциированы с очень хорошим ответом, как правило. И эти ответы, они наступают очень быстро, практически мгновенно. То есть мы получаем очень значимый ответ буквально через 2-3 недели после начала терапии. По сравнению с достаточно слабыми ответами, которые мы получаем с докарбазином, допустим. Это старый вариант химиотерапии, который вы прекрасно знаете. Итак, когда вы видите вот такие варианты ответов, конечно же, вы начинаете думать, что влияние на общую выживаемость, наверное, будет потрясающим, просто огромным. А затем, оказывается, что это совсем не так, не настолько впечатляюще. Посмотрите, вот перед вами старая химиотерапия докарбазин, а здесь перед вами это общая выживаемость. И смотрите, 50-процентная меланома, имеющая мутацию БИРАФ, которая получала ингибитор БИРАФ, в частности, вимурафенип. И смотрите, далее, буквально через 18 месяцев кривые сливаются. Это означает что? Что этот эффект очень временный, транзиентный, который мы получаем на фоне этой таргетной терапии. И я думаю, что вы видели такие картинки, это могут множественные метастазы, затем потрясающий ответ буквально через месяц, и затем такой же ужасный рецидив и дальнейшее прогрессирование буквально уже в 4-5 месяцев. И в данном случае вы видите, что здесь, конечно же, одновременно и успех, и неудача. Это история, которая имеет две стороны медали, потому что на самом деле эти пациенты погибают 4 месяца спустя. Как если бы они не получали ингибитор БИРАФ? То есть это репрогрессирование и гибель в конечном итоге. Итак, теперь тактика. В данном случае тактика должна заключаться в двойном блокировании основных сигнальных путей, используя как ингибитор БИРАФ, так и ингибитор МЕК в комбинации. На что мы сейчас надеемся? Когда мы используем комбинированную терапию двумя таргетными препаратами, то мы получаем синергический эффект. Это означает, что 1 плюс 1 равно 3, а не 2. Но что мы наблюдаем в реальности? Посмотрите, комбинированная терапия по сравнению всего лишь с ингибитором БИРАФ в качестве монотерапии дает нам всего лишь две кривые, которые, в общем, примерно имеют разницу между собой полтора-два месяца, не более того, не более того. И мы тоже видим с вами, что это всего лишь небольшой аддитивный эффект. Увы, не синергия. То есть это очевидно не синергия. Это не 1 плюс 1 равно 3. В данном случае 1 плюс 1 равно всего лишь от силы полтора. И, к сожалению, 1 плюс 1 – это не 3. Не 3. Итак, в долгосрочной перспективе, вот в частности недавняя публикация, которую мы получили на АСКО, совсем свежие данные, вы видите, что эти кривые идут практически параллельно. И они, так сказать, восстанавливают свою параллельность. Ну и затем расстояние между двумя кривыми, ну да, оно увеличивается от полутора до четырех месяцев при самых свежих данных. И видите, соответствующие проценты общей выживаемости 3 месяца, примерно 30-40%. Вот так. Итак, основная проблема при разработке препаратов против соответствующих мутаций заключается в следующем. Как правило, у нас множественные пути, и блокируя всего лишь один, мы, увы, не добиваемся успеха. Мы сталкиваемся с механизмами резистентности, которые возникают, возникают очень быстро при этом. Таким образом, нам нужно посмотреть на соответствующие точки пересечения сигнальных путей и блокировать эти различные точки пересечения сигнальных путей. И одна из этих точек пересечения, это вот недавняя публикация в Nature, которая вышла в прошлом году, говорит о следующем. В частности, одной из точек пересечения для пути BIRAF, в частности, PI3, кинозного пути и Каспазного каскада, является, естественно, такая точка, которая называется фактор организации и трансляции у эокириот. В частности, это ELF4F. Но это можно блокировать. Итак, мы можем найти молекулу, которая используется, в частности, в ветеринарной медицине, которая может блокировать транскрипцию вот на этом конкретном уровне. И затем, при помощи одного и того же препарата, вы можете блокировать сразу три пути. И мы смогли показать, что действительно мы можем лечить меланому, которая резистентна к ингибиторам BIRAF и MEG, используя эту новую молекулу. Конечно же, это достаточно длительный путь, здесь нужна дальнейшая разработка, потому что у людей никогда не использовалось, только у животных, в ветеринарии. Еще одна очень сложная задача по этому пути, при разработке препаратов, это так называемая многогранность взаимодействия между этими сигнальными путями. То есть вы блокируете один путь, но это может активировать другой путь при этом одновременно. И вот как раз здесь сложно предсказать что-либо, потому что на самом деле у нас, в зависимости от того, какой у нас таргетный орган опухоли, откуда опухоль произрастает, первичная опухоль. То есть я дам вам самый большой пример, самый классический пример, меланома. Смотрите, примерно 80% пациентов у нас отвечают на ингибиторы BIRAF, если у них есть BIRAF-мутация, конечно же. А теперь, говоря о полном ответе, частичном ответе или хотя бы стабилизации заберевания. Но, смотрите, та же самая мутация при раке толстой кишки дает нам ответ всего лишь 5% на ингибиторы BIRAF у пациентов, которые несут эту мутацию. Понимаете, то есть это серьезная проблема, это подвергает сомнению всю концепцию, которую мы, так сказать, защищали, отстаивали, предлагали. Мы говорили о том, что если опухоль имеет мишень, и вы имеете соответствующую молекулу, которая может работать в отношении этой мишени, то это будет работать по, так сказать, по всему пространству, по всему организму, по любым опухолям. Главное, чтобы опухоль несла данную мутацию или имела данную мишень. Но это, к сожалению, увы, не так. Не так. Потому что, в частности, мутация BIRAF при раке толстого кишечника, она играет совершенно другую роль. Увы, это не драйвер. Это не основная мутация при раке толстого кишечника, и поэтому терапия ингибиторами BIRAF у пациентов с раком толстого кишечника с мутацией BIRAF, увы, неудача. Таким образом, это подвергает сомнению всю концепцию, которая изначально, конечно же, была основной какое-то время, говоря о том, что таргетные препараты будут эффективны при различных типах опухолей с наличием данной мишени. То есть мы можем сказать, что ответ на это нет. Нет, увы, в разных органах происхождения таргетные препараты будут работать по-разному при одной и той же мутации. Поэтому мы видим, что мы сталкиваемся с сигнальными путями пролиферации при раке у человека. Посмотрите, мутация BIRAF, смотрите, она является центральным двигателем, вектором меланомной клеточной линии. Смотрите, вы можете ее вырубить, используя ингибитор BIRAF. Но вы видите здесь, что есть множественные последствия в результате блокировки BIRAF-мутации. Это означает, что вы сразу же видите тот эффект, эффект бабочки, что ингибитор BIRAF невозможно практически выключить, используя таргетный ингибитор. С другой стороны, у нас есть другие зоны, мутационные зоны. Посмотрите, в меланомных клеточных линиях и в домене P53, по которым у нас есть препараты. Соответственно, мы видим новые домены, которые начинают появляться, относительно которых разрабатываются новые молекулы. И поэтому, если даже мы выключим центральный движок, то боковые движки при этом продолжают работать и будут вызывать репрогрессирование, и будут отвечать за возникновение механизмов резистентности, за их инициацию. Вот в этом-то и есть проблема разработки препаратов. Помимо таргетных и комбинированные варианты тоже не всегда будут работать. Что еще интересно относительно инновационной иммуномодуляции? Конечно же, они были с нами всегда, всю нашу жизнь. И поэтому это действительно непростая система для того, чтобы защитить организм против инвазивных организмов, которые не принадлежат организму-хозяину. Поэтому разработка лекарственных препаратов на основе мутаций – это важная, серьезная проблема. Поэтому мы должны прочитать, что есть бактерии, паразиты, или же это опухолевые клетки. И поэтому это же, конечно же, развивается как отдельная большая система. И мы должны посмотреть, в чем разница, и затем атаковать должным образом, таргетным образом, целенаправленно. Итак, иммунотерапия, конечно же, была мечтой всех уже в течение долгого времени. И, как видите, есть основные вехи в истории развития иммунотерапии. И это, в частности, открытие дендритных клеток. Это абсолютная революция, понимаете? Потому что это именно те клетки, которые презентируют антигены, антигены вирусов, бактерий и всяких других агентов. И иммунная система посредством этого распознает все. Далее создание опухолеспецифических моноколальных агентств тел, понимаете, используется всего лишь 25 лет и используется в диагностическом сценарии. Но сейчас это настоящая революция. Это настоящая революция в онкологической терапии. И в данном случае мы видим с вами, у нас есть адаптивные варианты иммунотерапии для Т-клеток, которые оценивают интерлекин-2, интерферон-альфа, влияют на эти факторы и так далее. И вакцины, конечно же. Но проблема с иммунотерапевтическими подходами всегда была следующая. Мы считали, что мы можем решить проблему, если мы будем активировать иммунную систему. Вот проактивируем, подстегнем, и все будет хорошо. Но мы обнаружили, что да, мы можем активировать иммунную систему, но не на большой период времени. А затем все это вернется либо к нейтральному варианту, либо к супрессивной фазе. Мы можем индуцировать какие-то ответы, но практически никогда не долгосрочные. Никогда не долгосрочные. И поэтому, почему же в конечном итоге иммунная система всегда сдувается, всегда, так сказать, скатывается обратно к механизму толерантности, к ситуации статус-кво? Если мы посмотрим, в частности, на интерлекин-2, то мы видели таких пациентов, которые достигали полные ответы или частичные ответы, которые затем, в долгосрочном периоде, они потом скатывались в, как правило, рецидив. То есть только меньшинство. Меньшинство от 5 до 10 процентов, не более, оставались в хорошем ответе. Поэтому мы, конечно же, не смогли сформировать стратегию о том, чтобы взять и активировать, постоянно активировать иммунную систему. К сожалению, это невозможно, постоянная активация. Поэтому концепция, которая полностью изменила иммунотерапию, и которая сейчас лежит в основе текущей революции иммунотерапии, это то, что сейчас мы осознали, что не надо активировать посредством активатора. Основная задача ингибировать посредством ингибиртора. Это интересно. Посмотрите, что это означает. Это что иммунная система пациентов с онкологией, она фундаментально супрессирована, глобально супрессирована. Понимаете? И если мы не сможем разблокировать эту заблокированную иммунную систему, то мы можем пытаться, пытаться активировать очень долго и упорно, но мы не сможем добиться цели при этом. Поэтому для того, чтобы разблокировать систему, используя ингибиторы для того, чтобы проингибировать, разблокировать систему другим механизмом, не посредством активации, а посредством ангибирования. Потому что если мы активируем, то фактически мы получаем резистентность, которая дальше опять блокирует все. И вот посмотрите, допустим, одна из моделей очень интересная, в частности, это эпильмамаб, это анти-CTL4. Это фундаментальное открытие, которое продемонстрировало, что деблокировка иммунной системы будет иметь очень огромные выраженные последствия. Вот вы прекрасно знаете, да, что антигенопрезентирующие клетки, дендритные клетки, они презентируют, допустим, антигеновируса. И Т-клетки их распознают, а здесь нам нужна костимуляция, что происходит дальше с Т-клетками. Две вещи происходят с ними. Первое, они становятся цитотоксическими Т-клетками с определенной специфичностью против данного вируса. И далее вот это взаимодействие дает нам возможность пролиферации этих Т-клеток. Пролиферации, пролиферации, для того, чтобы создать целую армию активированных цитотоксических Т-клеток против этого вируса. Ну, уже буквально 36-48 часов проходит. Что происходит на этом этапе? Иммунная система уже немедленно, сразу в течение 48 часов говорит, ого-го-го, мне не нужно больше, хватит, хватит этих солдатов. Не надо гиперстимулировать, не надо, не надо гиперреакции. Нам нужно контролировать количество активированных Т-клеток, которых мы напродуцировали. И таким образом Т-клетки, которые экспрессируют CTLA-4, которые взаимодействуют также и с B7, видите, это таким образом, что это даже более предпочтительно для них. И поэтому все это программирование Т-клеток спускается вниз, 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 и происходит деэскалация, дерегулирование. И это конец программирования Т-клеток. Армия создана, производство армии прекращено, она достигла определенного размера, и этого достаточно, чтобы избавиться от вируса. Итак, к счастью, это то, что мы имеем в случае нормальной функционирующей именной системы. Однако же, если бы мы не смогли ее останавливать, никто бы из нас здесь не сидел, мы бы все померли. Почему? Потому что мы бы все страдали от фатальных аутоиммунных заболеваний. Поэтому это хорошо, это хорошо, что есть такой механизм. Но в попытке ремобилизировать или расширить ряды этой армии, активировать иммунную систему против опухоли, чтобы у нас бесконечный антиген презентирования для того, чтобы программировать Т-клетки, чтобы они продолжали, продолжали, продолжали создавать этих солдатов, мы не можем ее бесконечно активировать. Для этого нам нужно деблокировать механизм. И таким образом мы используем антитела, мониклональные антитела против CTLH4, для того, чтобы предотвратить даунрегулирование, чтобы не прекращалось создание новых солдатов. И если мы блокируем это, если мы блокируем механизм ингибирования, или ингибируем механизм ингибирования, то таким образом у нас будет создаваться множественные, множественные, множественные под контролем неоантигенов цитотоксические 5-клетки, новые армии. Они будут постоянно синтезироваться. И таким образом мы получаем другой сценарий, где эта армия под контролем CTLA может убивать опухоль. Вот в этом-то и есть фундаментальное открытие. Итак, два ключевых, самых ключевых стратегий иммунотерапии представлены здесь. На данный момент они описаны таким образом. Ну, как правило, это CTL4 и PD1. Два самых основных варианта. Есть много других кандидатов, как вы видите, они представлены здесь, которые тоже могут быть использованы для того, чтобы в дальнейшем еще сильнее деблокировать иммунную систему. И дальше есть, конечно же, и другие рецепторы, которые торчат из теклетки, которые являются слева активирующими рецепторами, а справа ингибирующими рецепторами. То есть если мы активируем активирующие, мы, так сказать, нажимаем кнопку подстегивания, а реагируя на те, которые находятся слева, мы выключаем блокировочную клопку. Итак, почему же имбипидумаб очень важный препарат? Ну, основное влияние Стива Росенберг повлияло на мою научную карьеру больше других. И он спроектировал это исследование. Он предложил дизайн этого исследования. Он, собственно, был тем, кто продвигал вперед анти-CTL4, потому что он сделал все, что возможно в меланоме и в почте-клеточном раке, начиная с 2004 года, за 6 лет до того, как препарат был разрешен. И он сделал это в NCI. Итак, перед вами пептидная вакцина. И вот перед вами эпилемумаб, как моно. А это эпилемумаб в комбинации с пептидной вакциной у пациентов, которые получили неудачи на первой и второй линии системной терапии метастатической меланомы. И здесь два интересных наблюдения. Итак, кривые начинают расходиться. Смотрите, буквально через 3 месяца, да, что говорит о том, что да, проходит какое-то время, не мгновенно для того, чтобы повлиять на иммунную систему и увидеть соответствующий эффект. Но что самое важное, посмотрите, да, это вот это наблюдение, что те, кто не вышли за период 2,5 лет и кто не прогрессировали, не погибали, проценты выживших пациентов, смотрите, они не прогрессировали и не погибали. Дальше в 3 года, в 4 года они не прогрессировали и не погибали. И впервые, впервые мы увидели вот этот хвост кривой выживаемостью пациентов с меланомой, что составило примерно 20% пациентов. Посмотрите. Понимаете, 5-летняя выживаемость с меланомой. До этого у нас это было ниже 5%, сейчас это уже 20%. Посмотрите, то есть цифра серьезная, это 20%. Действительно ли это так? Оказалось, что это так, действительно. И вот перед вами практически 5000 пациентов пул, которые получали и перимумап. И посмотрите, да, тот, кто оказался за пределом 2-3 лет, далее оставался в абсолютной стабильности, был жив, выживал и в 5 лет, и даже в 10 лет. Посмотрите, что говорит о чем? Что 20% популяции этих пациентов фактически излечились. Излечились и никогда, никогда не видели ранее этого меланомы. Вы, конечно, можете мне сказать, что такое 20%? Это не так много, это не так много. Но поверьте, суть в том, что раньше это было 4%, поэтому это в 5 раз лучше, чем это было раньше. Таким образом, произошло нечто фундаментальное, что-то фундаментально изменилось. Далее, исследование по комбинированной терапии. Докарбазин как моно, и перимумап плюс докарбазин как комбинация. И опять же мы увидели, да, что если пациент перешел пороговое значение в 2,5 года и получал и перимумап, то он достигает некоего плато, которое уже не снижается. И это подтверждено дали в 5-8 лет. Но данный терапевтический препарат, он не помогает. Он не помогает и перимумапу вообще. Мы бы получили абсолютно те же результаты на фоне и перимумапа, как моно. Потому что докарбазин – это не цветотоксический препарат, который приводит к иммуногенной гибели клеток. Нет. А если он не приводит к иммуногенной гибели клеток, то на самом деле он абсолютно не влияет на создание новой антигена для того, чтобы помочь иммуной системе бороться с раком. Поэтому данная комбинация – это ни о чем. Докарбазин не нужен, и поэтому более эта комбинация не рекомендуется. Она не нужна. Итак, до того, как и перимумап был разрешен, я написал адювантный протокол с перимумапом. Это датировано 8-9 годом, и был активирован этот протокол в 10-м году, еще до разрешения и перимумапа. И мы пролечили, как видите, 951 пациента в адювантном сценарии, которые были положительны по лимфузлам с достаточно высоким риском рецидива. Как вы видите, они были рандомизированы между и перимумапом по сравнению с плацебо. Вот такой был дизайн исследования. Итак, и перимумап – 4 дозы раз в 3 недели, за которым следует поддерживающая терапия вот с такой дозировкой. И они получали вот здесь и перимумап раз каждые 3 месяца до 3 лет. По сравнению с плацебо. И данная работа была опубликована в Lancet Oncology, и первичные и конечные точки данного исследования – это безрецидивная выживаемость. И посмотрите, кривая и перимумапа, и вы видите кривая плацебо пациентов с плацебо. Ну, что здесь показано вот в этой небольшой табличке? При достаточно небольшом периоде наблюдения – 60 месяцев, да? Смотрите, сколько пациентов рецидивировало в и перимумапе и по плацебо. И вы видите, что значение пи является статистическим высокозначенным, да? И далее, вот смотрите, доля 3-летней безрецидивной выживаемости, 2-летней безрецидивной выживаемости. Разница составила 12% между получением и перимумапа или получением плацебо. Ну, если вы начнете глубже анализировать эти данные, то вы увидите, что была группа пациентов, которые имели положительность по центральным лимфоузлам и вошли в это исследование. Была группа пациентов, которые вошли в исследование с пальпируемым заболеванием лимфатических узлов, с изъязвлением и без него. Итак, что здесь показано? Что самое большое преимущество по отношению шансов было получено именно у пациентов, которые имели положительность по сторожевым узлам по сравнению с теми пациентами, которые имели макроскопические или пальпируемые узлы. То есть, соответственно, вы видите эту разницу. Мы это видели раньше. Мы видели это раньше, эту разницу между сторожевыми и пальпируемыми узлами. А теперь разница в том, что в пальпируемых узлах по эпилемумапу мы все равно имеем существенный эффект. Посмотрите, да, даже у пациентов с пальпируемыми узлами. И хочу просто показать вам, да, в чем же разница. Перед вами более 2000 пациентов в этом исследовании по адевантной терапии, которую мы проводили в рамках EOTC. Итак, посмотрите. Итак, положительность по центральным узлам. Посмотрите, макроскопические пальпируемые. А вот пальпируемые узлы, посмотрите, никогда, никогда не показали никаких преимуществ по адевантному интерферону. По сравнению с плацебо. А здесь мы видим с вами результаты по эпилемумапу. Эффект на положительность по сторожевым была лучше по сравнению с исследованием по интерферону. И впервые, впервые мы увидели и эффект, который был значимым. Разницу между эпилемумапом и плацебо по заболеванию с пальпируемыми узлами. Но еще один вариант, по которому мы также статифицировали пациентов, мы хотели посмотреть, а как начиналась меланома у этих пациентов. Что это? Была меланома с первичным изъязвлением, это 70%, или все-таки без первичного изъязвления. И мы все прекрасно знаем, да, что меланома с изъязвлением имеет гораздо более худший прогноз. Настолько более худший, что там, наверное, есть какая-то разница в биологии, как мы считаем. Потому что если вы контролируете толщину грудной стенки, то меланома с изъязвлением имеет гораздо более худшую выживаемость, от 10 до 25% по сравнению с меланомой без первичного изъязвления. То есть это огромная разница, огромная разница. И очевидно, что, скорее всего, она представляет какую-то разницу именно в биологии, которая лежит в основе этого. Итак, перед вами мета-анализ, который мы опубликуем в Ланцете. Позже в этом году. Это совсем новые данные, еще не опубликованные. Потому что мы обнаружили это в исследовании ERTC, что изъязвление, и я уже опубликовала это в 2012 году, и в этом году опубликовала для больших исследований, что изъязвление является наиболее значимым предиктором для чувствительности к интерферону. Но если вы возьмете все 15 исследований по интерферону и сравните это с плацебо, которые были проведены в мире, всего 15, то посмотрите, вот исходы какие. Без изъязвления первичного, 70% популяции пациентов, все адювантные исследования с интерфероном вместе не повлияли, вообще не повлияли, никаких преимуществ вообще, зеро, зеро для тех пациентов, которые начинали с первичного, без изъязвления. Весь эффект адювантного интерферона нацелен, изрезидирован только для тех 30%, которые имели первичное изъязвление. Да, то есть это другая биология, другая биология опухоли. И кроме того, вы видите здесь, что вот она кривая с интерфероном, а здесь у нас кривая с плацебо. Но это только с первичным изъязвлением такой эффект. Таким образом, мы задались тем же вопросом, тех же вопросов, что это, да, как день и ночь, как черное и белое. Это такая огромная разница с интерфероном или без, да, или какова же реальная ситуация, а что будет появиться в МАБУ? А сейчас становится очень интересно, смотрите, о, вы видите, что пациенты с изъязвлением, все пациенты, демонстрируют результаты лучше, чем те, которые без изъязвления. Дальше, если мы посмотрим на макроскопическую стадию 3, то есть поражение сторожевых лимфоузлов, да, смотрите, здесь разница у нас отношения рисков 0,53, а по пальпируем лимфоузлам это 0,68. Но, кроме того, это когда с изъязвлением, зеленые столбики, но, тем не менее, мы видим и эффект без изъязвления. Смотрите, меланома без изъязвления, и каждый раз он также статистически значимый. Да, он не такой большой, как в случае с изъязвлением, но, тем не менее, это не 0. Мы видим этот эффект, и мы видим его везде, у всех пациентов на фоне эпилемумаба с изъязвлением и без изъязвления. То есть все пациенты получают преимущество от адювантного эпилемумаба. Но те, которые имеют первичное изъязвление, те получают самое большое преимущество. Ну что ж, мы все прекрасно знаем, что эпилемумаб индуцирует аутоиммунные изменения, то есть иммунно-опосредованное нежелательное явление. И давайте посмотрим временные периоды, когда же эти нежелательные явления начинают появляться. Иммуно-опосредованное. И вы посмотрите, вот число ДОС, и фактически вы видите, да, что большая часть всех иммунно-опосредованных нежелательных явлений происходит первые 3-4-5 дозы. Потому что именно на этапе 3-4-5 доз фактически мы видим дерматит, мы видим ЖКТ-шные явления, колит, например, мы видим гепатиты, и мы видим, скажем так, эндокринные нарушения. То есть, как правило, это гипотириоз, гипофизит. И вы видите, что все это происходит буквально на этапе первых 4-5 доз. Дальше уже нет. Это означает, что более 50% пациентов уже выпадают из терапии в этот период, на этапе 4-5 доз, и остается небольшое число пациентов, которые продолжают и получают поддерживающую терапию. Что еще это означает? Это означает, что наблюдаемый эффект адювантного эпилимумаба, который значимый для безоцидивной выживаемости для всех пациентов во всех подгруппах, главным образом давал что? 4-5 доз эпилимумаба это давали. Не более. Так же, как и в метастатическом сценарии, где мы прекрасно знаем, да, это чудо, это реальное чудо, друзья мои, 4-5 доз эпилимумаба делают всю работу. И переключают иммунную систему из выключенного состояния во включенное состояние и включая в состояние ВКЛ на долгое время включенный, да? Мы наблюдаем эффект? Да, мы наблюдаем эффект. Дальше давайте перейдем к другим вариантам деблокировки иммунной системы. Это антитила к белку программируемой смерти клеток, анти-ПД1 или леганду анти-ПД1Л. Антитила к белку программируемой смерти. Сейчас мы смотрим уже не на программирование Т-клета, который блокируется или деблокируется посредством антитилок CTL4. Сейчас мы смотрим с вами на фазу выполнения токсичности CTL на уровне опухоли. Что же происходит здесь? А что же происходит здесь? Вы видите ли, да, что опухолевые клетки, экспрессирующие ПДЛ1, они активно начинают работать с ПД1-цидотоксическими клетками, которые приходят в опухоль, чтобы убить опухолевые клетки. И теперь, смотрите, происходит полная нейтрализация. То есть они полностью нейтрализуют функционал Т-клеток. То есть если у нас есть анти-ПД1 или анти-ПД1Л, то мы можем предотвратить это взаимодействие. Видите? То есть таким образом цитоксические клетки внутри опухоли будут продолжать ее убивать. И мы обнаружили, что да, так и будет, так и будет. Таким образом, анти-ПД1 молекулы, то есть в данном случае мы говорим о неволумабе и пембролизумабе, они увеличивают эффективность и имеют очень хорошие, благоприятные, профи-нежелательные явления. Почему? А потому что это периферическое действие. И мы практически не видим никаких аутоиммунно обосредованных событий на фоне анти-ПД1, но гораздо более высокая частота ответов. Вот посмотрите здесь, на фоне пембролизумаба, в этом случае, посмотрите, вот они, эти ответы при метастатической меланоме. Посмотрите, это выглядит как ингибитор БРАФ по мутации БРАФ меланома. Но разница в чем, да? Это для всех пациентов с меланомой, а не только для тех, которые имеют мутацию БРАФ. Но, конечно же, вот это самое интересное, самое важное, потрясающая штука. Как только пациент отвечает, как только он респондер, он будет респондером навсегда. Всегда. И медиана длительности, продолжительности ответа, посмотрите, она с анти-ПД1 2 года, в то время как медиана продолжительности ответа на ингибиторы БРАФ при БРАФ мутирующем эпилобе, это всего лишь 4,5 месяца. То есть, таким образом, это будет влиять на общую выживаемость. И вот, вот что показывает нам общая выживаемость. Если мы рандомизируем химиотерапию по сравнению с анти-ПД1, то мы видим потрясающий эффект на общую выживаемость. Просто сравните, взгляните сюда. Вот, это меланома с мутацией БРАФ, которую получили ингибитор БРАФ по сравнению с химиотерапией. А здесь мы получаем ту же химиотерапию. И сейчас мы работаем со всей меланомой. Посмотрите, и это эффект на общую выживаемость. Невероятно. Поэтому анти-ПД1 является феноменальным решением. То есть, это своего рода завершающий удар после анти-CTЛ4. И полностью меняет всю концепцию иммунотерапии. Это равнозначно эффективно. При мутации с БРАФ или с бредиком типе БРАФ одна и та же история. Одна и та же история. Анти-ПД1 им плевать, есть там БРАФ мутация или нет. Они с ней вообще не работают, ее не распознают. И посмотрите, выживаемость 5 лет. 5-летная выживаемость только на фоне анти-ПД1 составляет уже 40%. Уже 40%. Это справедливо для неволумаба, для пембролизумаба. И вы видите здесь трехлетняя выживаемость, которая вот только недавно была опубликована на АСКО. И мы видим здесь 40-45% соответственно. Итак, то есть само по себе анти-ПД1 более эффективный, чем анти-СИТЛА-4. И это было показано в рандомизированном контролируемом исследовании. Вот перед вами эпилемумаб, это анти-ПД1. В этом случае это был пембролизумаб. Но самая-то интересная штука вот такая. А я завершаю этим свою историю, что вы их можете комбинировать. Но, во-первых, мне что нужно? Мне нужно пролечить само явление, которое впервые мы увидели, соответствующее трансверсивное влияние по всем типам опухоли на фоне иммунотерапии. Мы никогда этого раньше не видели, вообще никогда не видели. Раньше иммунотерапия была что? Это было своего рода хобби для странных людей, как, например, я, мой коллега и так далее. Таких странных мужиков, которые просто работали в меланомии, сидели с почтно-отличным раком, работали. И никто нас не воспринимал серьезно, мы там что-то свое бубнили. А теперь, смотрите, мы демонстрируем всем онкологам это всеохватывающее влияние. То есть мы продемонстрировали это в онкологии, в медицине-онкологии. Потому что это реальность, посмотрите, да, впервые мы видим эффективность при меланоме. Посмотрите, немелкоклеточный рак легкого, мы видим рак головы и кролосшей, мы видим рак желудка, мы видим урогенитальный рак, мы видим ТНРМЖ, мы видим КХЛ. Посмотрите, вот эти, посмотрите, тройно-негативный РМЖ, вообще невероятно. Потрясающая эффективность при лимфоме Ходжкина. Те пациенты, которые имели неудачу уже на пяти линиях, на пяти линиях. Как же так? Как же так? Скажете вы мне. Как же так, черт побери? Вот, посмотрим сюда, посмотрите, один рак, вторая линия, вот, вот, смотрите, не мелкоклеточный рак легкого, да, вот, вот, это антипедиадин, это, это что у нас здесь, токсателл, децитокселл, это неволумаб, и мы видим практически удвоение общей выраженности на этапе 12 месяцев. И поэтому вдруг случайно оказалось, да, что у нас ушло 20 лет в раке легкого для того, чтобы увеличить медиану выживаемости с 9 до 12 месяцев, буквально при помощи пары препаратов, которые были разрешены с маргинальной активностью, а сейчас вдруг оказалось, что есть препарат, который увеличивает эту медиану с 12 до 24 месяцев, вот так, и это всего лишь моноклональная антитильца, да, с очень маленькой токсичностью, вот так-то. Ну что ж, чем больше экспрессия ПДЛ в опухоли, тем лучше будут результаты, тем больше будет ответ на антипедиадин. То же самое справедливо и для немелкоклеточного рака легкого, но не в такой степени, как для плоскоклеточного. Вот вы видели эффект плоскоклеточного антипедиадин, но смотрите, при немелкоклеточном он тоже есть, но не такой выраженный, как в плоскоклеточном. И вот здесь фактически мы должны иметь очень выраженную ПДЛ для того, чтобы получить эффект. Если экспрессия ниже 10%, то тогда антипедиадин оказывается не лучше, чем компаратор. Если экспрессия ПД выше 10%, то тогда, конечно, выраженнейший эффект, огромнейший эффект. И я думаю, что здесь мы должны будем, конечно же, реструктировать и селектировать пациентов, которые имеют экспрессию в опухоли ниже 10% или выше 10% по ПДЛ1. Но это потрясающий эффект по ракам легких. Посмотрите, плоскоклеточная карцинома. Давайте посмотрим на рак головы и шеи. На рак головы и шеи, посмотрите, потрясающе то же самое. И опять мы практически удваиваем общую выживаемость на этапе 2 года по сравнению. Ну, в данном случае вторая линия была при раке головы и шеи. Что это означает, экстраполируя? Это означает, что мы можем увидеть, что эти препараты будут переходить в первую линию, в рак легкого, в рак головы и шеи в первую линию и в другие типы легких в первую линию терапии. И я думаю, что это очень скоро будет одобрено для рака головы и шеи в качестве первой линии. Впервые мы получили препарат, который дает нам контроль практически у 50% пациентов с мезотелиомой, который длится более 12 месяцев. Этот контроль, понимаете, у нас никогда не было такой молекули, который контролил бы мезотелиомой дольше 12 месяцев. Ничего не было, понимаете, впервые, фактически впервые мы получили препарат, который контролирует рак желудка. Долее года, посмотрите, у пациентов, которые получили неудачу уже на двух линиях химотерапии, посмотрите, у них ожидаемая продолжительность жизни медианы была менее 3 месяцев, понимаете. И я предсказываю, что скоро, в этом году это тоже будет одобрено и во второй линии для рака желудка. Дальше, в почечно-клеточном раке, смотрите, большое реномизированное исследование по сравнению с теверолинусом. Вот результаты. И что мы видим? Это лучше, чем то, что мы считали лучшим препаратом для почечно-клеточного рака. Более того, и это уже разрешено для почечно-клеточного рака. И совсем-совсем свежий вариант антипидиал-1 молекула, которая дает клиническую активность при метастатическом раке мочевого пузыря, посмотрите. И то же самое мы видим и на антипидиал-1 с неволимабом и пембролизумабом. Мы просто ждем этих публикаций. Поэтому это еще один тип опухоли, еще один, где ничего не происходило за последние 10 лет. Ничего, да. Мы, так сказать, до сих пор лечили рак мочевого так, как и последние 10 лет, потому что ничего не было. Посмотрите, вот, посмотрите, тройно-негативный, РМЖ, РМЖ. Посмотрите, далее. Распространенный рак из клеток Меркеля. Посмотрите, рак из клеток Меркеля, невероятная активность антипидиал-1 при распространенном раке из клеток Меркеля. Ну и, наконец-то, история лимфомы Ходжкина. Это просто революция, просто революция. Посмотрите, эти пациенты, которые не имели вообще вариантов терапии, да, то есть даже при трансплантации была неудача. Посмотрите, это уже пятая линия для них была, и общая частота ответа 85%, выше 80-50%, 20% полные ответы. Посмотрите, частичный ответ 45%, посмотрите, и более 80%. Они до сих пор находятся в ремиссии, да. Это означает, да, всего лишь одно маленькое монокональное антитело полностью изменило исходы лимфомы Ходжкина, которую, как мы считали, мы почти излечили, но нет. Посмотрите, вот очень важные данные. Мы видим, что опухоли с дефицитом коррекционной репарации ДНК. Что же здесь дает нам блокада ПД-1? Здесь создаются многие антигены, и это те самые, которые могут очень хорошо ответить на анти-ПД-1, на блокаду ПД-1, да, то есть соматические мутации несобственных иммуногенных антигенов. Посмотрите, вот исследование. Пембролизума при опухолях с дефицитом коррекционной репарации ДНК. Вот здесь у нас 25 пациентов, здесь 35, посмотрите, и мы здесь имеем 35. И это означает, что колоректальный рак с дефицитом ММР, то есть с дефицитом коррекционной репарации ДНК, 80% всех колоректальных раков. Смотрите, сейчас в обновленной информации мы получаем то, что ВАСКО в этом году опубликовали, 62% ответ на анти-ПД-1. Если мы и видим колоректальный рак с нормальным функционированием коррекционной репарации ДНК, то у нас ответ 0. Мы не понимаем, мы не понимаем, почему это так, но это наблюдение, так было показано. И сейчас, если мы возьмем ряд других опухолей, допустим, рак яичника, синвиальную саркому, саркому лайма, рак простаты даже возьмем, то внутри этой группы пациентов, и если у нас имеется дефицит коррекционной репарации ДНК, то ответ составляет 72% на анти-ПД-1. Таким образом, я предсказываю, я сейчас оракул, я предсказываю, что если у нас будет хороший диагностический инструмент, и он будет скрингим-инструментом для солидных опухолей, для того, чтобы идентифицировать вероятность пациента солидной опухолью отвечать и получать преимущество от анти-ПД-1 терапии. Итак, сейчас вот такая ситуация у нас. Анти-ПД-1 – самый важный препарат в истории онкологических препаратов. Вот посмотрите, для чего он одобрен. Для меланомы – рак почки, рак мочевого пузыря, рак легкого. Будет одобрен для рака желудка, голова и шея. Посмотрите, вот сложно для FDA, для ЕГЭ, как это так, для пациенты. Которые имеют положительность, да? То есть с микросателитной нестабильностью, дефицитом репарационной ДНК, частота это 60%. То есть мы никогда, никогда ничего подобного не видели, понимаете? И вот до конца 2018 года это будет одобрено по различным 15 другим вариантам опухолей. И таким образом для центра, как мой, понимаете, это просто потрясающе, огромная работа, понимаете? То есть это организационные моменты, это последствия, которые несут последствия для всего института. То есть это пациенты, которые получают неволумаб, пембровизумаб каждые 2-3 недели. Таким образом, сейчас мы взяли четверг и взяли день, как посвященный антипедиадин. То есть у нас вся клиника, вся поликлиника по четвергам. А это, между прочим, 120 коек у нас, да? Где у нас 3 сессии в день. И таким образом, это 250-300 сессий о химиотерапии в иммунитурных условиях. По четвергам мы берем только один препарат, антипедиадин, для того, чтобы работать со всеми раками, которые у нас есть, меланомы, почечный и клеточный рак и так далее, и так далее, и так далее. И таким образом, это полностью меняет нашу практику, полностью меняет. Мы знаем, что те, которые реагируют лучше всего, это те, которые имеют высокую мутационную нагрузку. Но посмотрите, MSA, опухоли, да? То есть опухоли, которые имеют более низкую мутационную нагрузку, они тоже реагируют. Поэтому увидите, что скоро этот кружок поползет и сюда, влево, влево, влево. И таким образом будут реагировать эти опухоли, которые мы пока еще не брали. Итак, последние мои несколько слайдов. По комбинации эпилемумаба и неволумаба. Почему? Потому что эти два многоглавных антитела, они работают на разных этапах функционирования Т-клеток. Анти-CTLA-4 главным образом работает по программированию Т-клеток, а анти-5D1 работает по удержанию CTLA, чтобы они работать продолжали внутри опухоли, а не тихо сдувались. Поэтому мы можем комбинировать и посмотреть, что же происходит при комбинации. Посмотрите, частота ответа. Ответ 57, сейчас 59%, то есть примерно 60%. По сравнению, допустим, с ответом только на ЭПИ. 15% примерно на ЭПИ. И здесь мы видим с вами, вот, посмотрите, вот этот комбинированный ответ по сравнению с эпилемумабом как монотерапией. Далее у нас была рандомизация по меланоме для того, чтобы сравнить НИВО как моно, НИВО-ЭПИ-Комбо по сравнению с ЭПИ-ЭЛОМ, по сравнению с НИВО-ЭЛОМ, то есть в одиночку как монотерапия. И опять мы видим 60%, 40%, и в этом случае 19%. Но на самом деле правильная цифра 15%, да, сейчас она опускается до 15%. И вы видите три разные кривые. И что мы видим здесь, да, это выживаемость без прогрессирования. И мы видим здесь данные по ВБП в зависимости от экспрессии ПДЛ-1, то есть эпилемумаб по сравнению с НИВО-ЭЛОМ относительно комбинированной терапии. Видите, доза ЭПИ в этой комбинации, да. Кроме того, она тоже может быть управляема, говоря о токсичности. Таким образом, комбинированные стратегии иммунотерапии, насколько подавление толерантности является необходимым условием, это большой вопрос. Сейчас мы можем комбинировать стратегию активации и ингибирования. Почему? Потому что представим себе, что мы сможем разрушить толерантность, то все другие опции становятся опять работающими. Они опять начинают работать, да, и при этом мы получаем множественные другие подходы, которые были фактически мертвы уже в иммунотерапии. Но сейчас мы их оживляем, мы оживляем, мы даем им второго дыхания в контексте перелома этой толерантности. Это будет справедливо и других комбинированных вариантов, и в химии, в радиационной, в лучевой. И вот мои предсказания, мои прогнозы. Итак, комбинированная иммунотерапия будет доминирующим методом лечения в течение многих последующих лет. Подавление толерантности является первым и главным, и необходимым условием. И я думаю, что оно будет изнаграждено Нобелевской премией, наверное, в следующем году, ну или в последующем. Это будет основа терапии метастатической мелановы. Не только ее, между прочим, но и для многих-многих других опухолей. В частности, у нас есть сообщение по пациентам с раком легких. Да, 57% частота ответа в раке легкого, да, на фоне комбинации ИПИ плюс НИВО. Итак, новый анти-ПД-1, ПДЛ-1 будет занимать ведущее место. И анти-СТЛ-4 останется также ключевым для хвостового эффекта. Неоантигены, антигены, определяющие индивидуальную специфичность. Секвенирование, клонирование токлеточного рецептора приведет к лучшему пониманию и позволит организованам определить, что является главным. Микросателитная нестабильность может быть наилучшим прогнозирующим скрининговым фактором. И я думаю, что в результате это приведет к клиническому излечению более 50% с распространенной меланомой в течение 5 лет. То есть это революция в иммунотерапии. И приглашаю всех в Париж, приезжайте сюда. Это просто потрясающий город. И приезжайте всегда, когда захотите. Спасибо. Ну-ну-ну. Ну, спасибо, спасибо за очень краткую форму и исторического описания онкологической терапии, за такой анализ, который услышали от вас, уважаемый профессор Эггермонт. И, конечно же, у нас куча-куча вопросов, которые вы сейчас получите от нашей аудитории. Наушник просит, наушник просит, профессор Эггермонт. Наушник дайте. Спасибо. Ну что ж, ну, может быть, первый мой вопрос, который я задам от себя, позвольте, на правах председательствующего. Мой вопрос вам. Ну, этот вопрос касается и пилимумаба, и двух различных дозировок, которые использовались. Ну, 3 или 10. 3 и 10 миллиграмм. Скажите, это равнозначно с вашей точки зрения, или все-таки какая-то разница есть, говоря о биологической активности? Ну, вы прекрасно знаете, что есть рандомизированные исследования между 3 и 10 миллиграммами, которые скоро будут опубликованы. Может быть, в этом году даже, да, на астму, может, опубликуют, да. Но если нет, то в следующем году. Я буду сообщать данные об общей выживаемости, кстати говоря, на астму, на эстму в этом году, по адювантному исследованию. Поэтому, на самом деле, мы пока не знаем. Мы пока не знаем исходов при метастатической форме заболевания. Это было рандомизированное исследование. 3 по сравнению с 10 миллиграммами на килограмм. Да, пока нет данных. Ну, я, возможно, удивлюсь, если будет существенная разница. Но, тем не менее, кто знает. Бог ведает, Бог ведает. Я вам просто говорю, что я удивлюсь, если будет большая разница. Ну, потому что в целом, вообще говоря, потому что дозозависимый эффект эпилемумаба и неволумаба, понимаете, он, так сказать, представляет из себя значимым явлением. То есть это одна из причин, почему сейчас, сейчас, говоря об антипиде-1, мы выбираем так называемое флет-дозирование пембролизумаба. Пембролизумаб уже начали, но сейчас и неволумабу так же. То есть это программа так называемого флет-дозирования, чтобы это сделать более простым, чтобы иметь общий эффективный диапазон доз. Поэтому, честно говоря, я не думаю, что будет большая разница между тремя и 10. Да, не думаю. Спасибо, спасибо. У меня еще один вопрос есть. Говоря об эпилемумабе и адювантной терапии при меланоме. Да, давайте. Мы в течение многих лет знаем, что интерфероны, конечно же, занимали полностью сцену, все забили, все углы. И мы прекрасно знаем результаты, которые в самом начале выглядели примерно так же между эпилемумабом и результатами по интерферонам. Так вот теперь, что вы думаете об этом? Как вы это прокомментируете? Но мое мнение такое относительно адювантного интерферона – это совсем другая история. Совсем другая история в текущей практике. Потому что мы это показали. Мы это показали, да, что адювантные интерфероны, они имеют смысл только у пациентов, которые имеют первичную изъязвленную меланому. Это единственная биология, которая чувствительна к адювантным интерферонам. И больше ничего другое. И поэтому не имеет смысла использовать где-то еще. И не имеет смысла выписывать адювантные интерфероны те пациенты, которые пред Это было показано даже в метаанализе. Было показано, каким образом индивидуантные интерфероны влияют у пациентов, которые начинали с меланомы без извязления. Там ноль ответ, понимаете? Это не чуть-чуть, это ноль. Я повторяю, ноль, понимаете? Ноль, зеро, зеро. Поэтому в ряде рекомендаций уже даже это прописано. Там совершенно четко сказано, что одевантные интерфероны только при первичном изъязвлении Их больше не поддерживают для 70% пациентов, потому что в других случаях они не работают, понимаете Ну, речь идет о тех, которые первичны без изъязвления Поэтому для меня только первичное с изъязвлением меланома является опцией для одевантных интерферонов И больше ничего Интересно, что в исследовании ППЛМО мы показали очень существенный эффект для обеих групп пациентов с изъязвлением и без изъязвления Что это, изъязвленные или не изъязвленные? Но изъязвленные дают лучший результат Ну, в долгосрочной перспективе, как вы считаете, эпилемумаб заменит текущий сценарий одевантной терапии пациентов с меланомой? Да, думаю, да, да, очевидно Ну, говоря об антипедиадин, как только они появятся, вот эти исследования закончатся по антителам к белку программированной смерти клеток и его леганду То есть антипедиадин, антипедиадин-Л, да, то есть это будет НИВА по сравнению с эпилемумаб, неодевантный сценарий То я сейчас завершаю практически набор пациентов Это будет 1200 пациентов, которые скринируются для пембра по сравнению с плацебо Понимаете, данные по антипедиадин появятся очень скоро В 2019 году, обещаю Поэтому у нас тогда будет вообще просто фиеста, фиеста будет Будем пить и праздновать победу анти-CTЛ-4 и антипедиадин по пальпируемым узлам и по сторожевым положителям тоже Большое спасибо Ну что ж, готовьтесь к атаке со стороны аудитории Сейчас они на вас накинутся Да-да, я готов, готов Сейчас он приготовится и вы зададите свой вопрос Ну, другие могут не услышать и не понять его, поэтому лучше, если вы скажете А, Зара Григорьевна, я-то видел еще одну руку и думал, что это... Нет, я просто потому, что он тоже отвечал по-английски Значит, переведут Я как ему... Ну, пожалуйста, как вам удобнее так и говорить Да-нет, давайте по-английски Вы говорили только о двух препаратах Но, так сказать, из ваших слайдов мы очень хорошо знаем, что сейчас, допустим Мы знаем, что есть разные рецепторы супрессоров для Т-клеток Лимфоидных клеток, НК-клеток, группы ТНФ-клеток и так далее И на самом деле у нас сейчас очень много-много многонайных антител Которые были спроектированы против различных клеток-супрессоров Как вы считаете, необходимо ли исследовать иммунологию? Необходимо ли использовать эти препараты или другие препараты по иммунологии? Потому что все эти исследования, все эти исследования Они идут без каких-либо научных исследований в иммунологии То есть они идут сами по себе Ну, не знаю, я бы не сказал, что они идут без научных исследований, честно говоря Я, честно говоря, вам показал, что на самом деле Есть очень много активированных рецепторов на Т-клетках И поэтому есть много ингибирующих рецепторов на Т-клетках Также слева и справа Помните картинку, да? Большая часть этих рецепторов Сейчас большинство в них есть моноклональные антитела И на данный момент времени, исходя фактически из данных по мышам, где исследуются комбинированные варианты, допустим, ипилимума плюс антиокс-4, или ипилимума плюс антилак-3, или ипилимума плюс гедо, и так далее, и так далее. И все это показывает нам, что в мышиных опухолях, в этих моделях, есть дополнительные иммунные комбинации, которые выглядят потрясающе многообещающими, но сейчас они только вошли в фазу 1 на пациентах, понимаете, у людей. Только-только вошли, только началась. Поэтому я лично убежден, что у нас будет еще пара других комбинированных режимов, которые будут найдены в ближайшие 3-4 года, которые, возможно, окажутся тоже очень многообещающими. И, скорее всего, добавят нечто еще дополнительное по какому-то специфическому типу опухоли, я так думаю. И, скорее всего, будут также эффективны, как ипилимума плюс неволума, допустим, как анти-CTL-4 плюс анти-ПДЛ-1, понимаете. Я просто думаю, что центральной молекулой в разработке этих комбинированных режимов будет анти-ПД-1, потому что там такая низкая токсичность, понимаете, и поэтому это предлагает некое пространство, резерв для добавления любых других молекул, чтобы их экспортировать, понимаете. У меня есть еще один комментарий к этому. Для агонистов, для агонистов, да, ОКС-40, простите, СИД-137, СИД-28 и так далее, СИД-137. Проблема агонистов-антител в чем? Что вы подталкиваете, подталкиваете, пинаете клетки, так сказать, и начинаете вторичный штурм цитокинов, а их, наверное, сложнее разработать агонисты, понимаете, чем ингибиторы. Вот так-то. Агонисты разработать сложнее, чем ингибиторы. Поэтому, скорее всего, мы увидим, конечно, как это все будет, потому что мышиные данные, они невероятные, невероятные. Но сейчас, на данный момент времени, у нас есть проблемы с разработкой анти-СИД-137 и у нас есть проблемы с разработкой ОКС-40. Почему? Потому что они настолько чувствительны для пациентов, поэтому очень сложно найти дозу, сложно определить дозу, которая не давала бы жуткую токсичность. Увы, агонисты, это плохая токсичность, большая токсичность. Поэтому, конечно же, мы будем исследовать эти иммунокомбо-режимы, я думаю, большое количество лет, в ближайшие годы, конечно же, для того, чтобы понять, какая биология нам подходит лучше и какая будет, возможно, слишком сложная. Вот так. Узнаем, узнаем. Спасибо за ваш вопрос.